Всем привет! Меня зовут Влад. Привет! Я Таня. А я Лена. Мы все работаем в банкеру. И это наш подкаст об инвестициях. Это к деньгам. Хотите начать инвестировать, но не знаете как? Мы тоже. Давайте разбираться вместе. Давайте. Немного расскажу, что тут будет у нас происходить. Лена и Таня начнут инвестировать прямо на ваших глазах. Это чудо. Раньше у них такого опыта не было. И может быть, слава богу. На самом деле, вот у меня, знаете, какая фигня? Я-то знаю про все эти инструменты. Я Владу уже говорила, что у меня и бумажка в этом имеется. Но ты не знаешь, как их варить? Я вообще не понимаю, как их варить. То есть, когда Влад говорит, ну, а теперь, ну, вы же сами давайте придумайте вопросы. Какие вопросы? Я думала, ты нам все скажешь, как делай. Ну, практика другая с вами штука, да. Вообще просто не понимаю, с чего начинать, что делать. Это какой-то ад. Да, прикольные ощущения. Нет! 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 Не прикольные. Не, ну, здесь, мне кажется, вот все-таки как с велосипедом, точнее, велосипедистом. Когда едешь куда-то в гору, не надо смотреть в гору, а надо просто крутить педальки и смотреть, чтобы дорога была ровная. А когда смотришь наверх, там, конечно, страшновато уже становится и не хочется никуда ехать. Вот. С инвестициями то же самое. Кажется, что нужно сначала прочитать много умных книжек, потом открывать счет. Люди тратят годы на то, чтобы читать эти книжки, и потом у них вообще ничего. Ну, и в итоге так никогда и не начинают. Или там, ну, постоянно сомневаются, стоит или не стоит. На самом деле, проще взять открытие, положить туда, там, не знаю, 10 тысяч рублей или 20. И дальше уже потихонечку раскапывать. Ну, вот, мне кажется, надо попробовать в таком ключе двигаться. То есть не ждать ничего, потому что там... Все спрашивают, когда хорошее там время выходить на рынок? Никогда. Или там всегда. Я, кстати, знаете, слышала, что надо начинать инвестировать, когда на рынке льется кровь. Да, да, хорошая, хорошая сентенция. Сейчас пока не льется, мне кажется. Не льется. Сейчас наоборот. Сейчас деньги льются. Ну, делать нечего. Инвестировать все равно мы начинаем. Ну, а это как бы... Когда на рынке льется кровь, страшно. Когда не льется кровь, тоже страшно. Вообще, выходить на рынок всегда страшно. Я могу сказать серьезно, что я попрощалась с этими деньгами или деньгами, или деньгами. В общем, в любом случае, неважно уже, как это сказать, потому что я с ними попрощалась. Их уже нет. Их нет. Ну, для меня их нет. И мне от этого будет, наверное, проще принимать какие-то решения, потому что для меня их нет. А подожди, в смысле их нет? Ты попрощалась с ними? Ты что, их уже куда-то вложила? Нет, смотри. А, ты уже, это, психологически, я понимаю. Психологически я готова к тому, что этих денег у меня может уже и не стать. А ты сколько думаешь потратить на инвестиции? Да мне жалко очень. То есть денег у меня этих нет, но мне настолько жалко, чтобы... Ну, нет, жалко, да. Рублей. А вот начинать лучше со скольки? Вот ты сказал 10 тысяч, а лучше-то сколько? 10 тысяч это... А ты со скольки начинал, Влад? Да. Сумма это была 100 баксов. И начиналась эта история в 99-м году, когда мы с моим приятелем Димкой вдруг для себя открыли такую штуку, как американский фондовый рынок высокотехнологических компаний. Называется он NASDAQ. В какой-то момент это дело было, я помню, зимой. Димка меня еще до Нового года, 99-го, поймал где-то и сказал, что... Слушай, говорит, Влад, я-то представляешь себе нашел в интернете такую штуку, NASDAQ. Там, значит, открыл виртуальный счет и положил там 100 тысяч виртуальных долларов, мне дали. Я их там как-то распределил. Потом прошло какое-то время, две недели, я-то не заходил. Потом зашел, а там, смотри, уже 120. Мы на эту тему возбудились. Значит, скинулись по 100 баксов. Студенческие наскребли свои со стипендии. Вот, значит, и завели эти деньги в Америку. А сделать это было, кстати, тогда достаточно непросто. Представляете, 99-й год, Америка. Значит, деньги эти возились там какими-то курьерами в чемоданах специальных, значит, на самолетах. Вот. Ну, там все по-честному. Ну, то есть, завезли эти деньги в Америку, положили в банк. Значит, Димка купил там каких-то акций на них. Вот. А потом наступил, если я правильно помню, март. И знаете, как брокеры там некоторые, которые работают с иностранными рынками, любят говорить, ну, там, инвестировав иностранные акции, вы, значит, почувствуете себя, блин, участником мировых событий. Я вам скажу, что я вот почувствовал себя участником крутейшего мирового события, никакого кайфа я вообще от этого не испытал. Это событие называлось «Пузырь доткомов», и вот он лопнул как раз в начале 2000 года, и там мои 100 баксов первые изгорели. И с этого момента началась моя инвестиционная жизнь, точнее, она здесь началась и закончилась, потом на 14 лет прервалась, мне очень охватило этого пузыря. Вот. Но, тем не менее, потом как-то потихонечку возобновилось все. Да, и получилось, я, в общем, на 14 лет эта вся история затянулась, моя пауза инвестиционная, так скажем. Вот. Потом я два раза выходил на рынок, и в 2014 году, и вот в 2019 году, и оба раза получалось так, что, ну, там, через несколько месяцев после того, как я выходил, у нас случался обвал. То наши Крым там, значит, в Крым зайдут, значит, рынок обвалился, то, значит, там что-то у нас с этим коронавирусом рынок обвалился. У меня вообще сложилось такое впечатление, что я выполняю какую-то, ну, такую социальную миссию очень благородную. Я выхожу на рынок, покупаю по самой высокой цене, и потом все падает. Вот. Так что будьте внимательны и осторожны, если, заметьте, Влада в этом списке инвесторов. То есть, понятно, нам надо как делать. Если вы понимаете, что Влад выходит там куда-то, то не стоит этого делать. Бегите. Бегите. Ну, я как-то напряглась, когда ты спросил, сколько я готова отдать денег. Да, я заметил. Я поняла, что это все не игрушки, что я деньги свои отдаю. Да. И прямо как-то тревожно мне стало. Ну, ты, кстати, не ответил на вопрос. А вот скажи мне, какая оптимальная сумма? Допустим, я вот почувствовала в себе метание. Я не могу выбрать, с какой суммой мне выходить. Ну, считается, всегда обычно отвечают 30 тысяч. Вот если у вас 30 тысяч есть, то вы можете уже там какой-то собрать небольшой портфельчик акции. И, ну, так, чтобы там комиссии брокерские не скидали. Ничего там, слишком много. Ну, давай я прям зайду, знаешь, вот это, с козырей. У меня будет 50. Вау. Заявка на успех. Ну, примерно с ними я и попрощалась, на самом деле. Ну, классно. Ты попала примерно, мне кажется. Ты попала. Классно? Ты попала, да. Ты попала. Во-первых, попала. Во-вторых, ну, в порядок точно, да. Хорошо. А что можно купить на 50 тысяч? Акции, они же разные есть по стоимости. Там самые дорогие на российском рынке, по-моему, 1100 одна акция стоит. Вот. Ну, а основная часть, ну, это прямо исключение. Основная часть, ну, где-то в районе… Ну, вот у меня, например, в портфеле самая дорогая акция – это норильский никель. Он стоит в районе двадцатки. Одна акция – 20 тысяч. Одна акция – 20 тысяч. Да, у меня их две целых. Вот. А так акции, они, ну, в районе тысячи где-нибудь. У Сбербанка одна акция стоит в районе 150. У Газпрома где-то вот в районе, ну, до двухсот рублей одна акция. То есть они, в принципе, достаточно дешевые. У ВТБ вообще акция стоит копейки. Одна акция там, ну, сколько там, не знаю, она копейку стоит или она доля копейки. Ну, совсем там мелочь. В принципе, на 30 тысяч можно, я думаю, портфель из акций, ну, пяти, наверное. Пять-шесть акций можно накупить, и хорошо будет. Есть облигации еще всякие, они где-то в районе тысячи рублей штука стоят. Вот, можно там, ну, их добавить. Ну, в принципе, на 30 можно уже что-то такое собрать, чтобы просто посмотреть, поиграться, пощупать. Так, ну, хорошо, с суммой мы определились. Ладно, я возьму... Лен, ты 50 берешь, да? Да. Давай я возьму 45. Ё-о-о-о, коварно. Я думала, сейчас начнется торг, давай я возьму 55. Я такая, подождите, ну, значит, 55, давай тогда 56. Ну, хорошо, давай возьму... Ну, окей, ладно, давай возьму 51. Так, погодите, ставки растут, давай я возьму 53. Ты правильно заставляешь сказать 55. Что, на покер какой-то пошел уже? 60. Играю ва-банк. Давайте где-нибудь на 55 остановимся, хватит. Так, ну, короче, смотрите, ладно. 55 и 60. Окей. Или 60 и 65. Вот смотри, что произошло. Шаг остался, на самом деле, тот же, но только мы теперь вложили почему-то больше денег. Направление изменилось, да. У нас в гостях наш хороший знакомый, наш бывший коллега по банкиру Слава Добрый. Слава, привет. Привет. Слушай, Слава, мы тут собрались инвестировать. Вот, в частности, Лена и Таня прямо рвутся в бой, но не знаю, с чего начать. Мы поэтому, ну, изучаем всякие возможности, варианты, не хотим сильно залезать в теорию, как бы, и кажется, что, ну, лучше тут от практики танцевать. Но, тем не менее, интересно поговорить с людьми, которые уже когда-то начинали это делать. Вот расскажи, как у тебя начиналось все это и когда, и с чего. Фу, начиналось очень просто. Скажем так, у меня есть кредит. Если у тебя есть кредит, то одно из правил создать себе финансовую подушку безопасности, да. Финансовая подушка безопасности, стандарт, это, там, 3-6 месяцев твоего ежемесячного дохода, примерно такой размер. Когда твоя подушка безопасности достигает этих величин, сразу же, ну, задумываешься, да, что дальше, собственно говоря. Если эти деньги просто лежат на депозите или, тем более, это кэш, да, наличные, то это происходит, ну, вот эти деньги просто, во-первых, теряют свою покупательную способность, во-вторых, не происходит самого главного. Да, эти деньги, как бы, не приносят тебе никакой пользы. Соответственно, второй шаг – это уже инвестирование, то есть, когда ты думаешь, во что бы вложить. Инвестирование нужно понимать в широком смысле. Это не обязательно бежать на фондовый рынок, сразу же покупать там акции, облигации, вообще нет. То есть, вариантов масса, да. То есть, здесь уже деньги, собственно говоря, твоя финансовая подушка превращается из средства платежного или из средства страховки в капитал, так называемый. И отличительная особенность капитала в том, что он работает и приносит тебе доход. Соответственно, я уже накопив некую сумму, да, понял, что необходимо инвестировать, а поскольку уже на тот момент ставки в банках мне сильно не нравились, и я видел, что все больше российских компаний выплачивают дивиденды, то я решил, что я буду использовать стратегию пассивного инвестирования и покупать компании, которые регулярно производят выплаты в своем акционе. Это когда было? Это было в 2017 году. То есть, получается, а сколько ты в итоге, ну, какую часть своей подушки ты принес на фондовый рынок? Вот сейчас ошибка была, да. Дело в том, что финансовую подушку или финансовый резерв, она осталась такой же, как и была. Эти деньги я не трогаю. Ага. Эти деньги я никому не советую трогать. То есть, даже если у вас нет финансовых обязательств, подушка должна остаться неприкосновенной, поскольку инвестиции предполагают риски. Ага. Я просто, может, тебя неправильно понял. Ты начал с того, что у тебя есть кредит, и ты начал создавать подушку безопасных. Когда я ее создал, подумал, куда ее девать. Ты не ее куда-то девал. Нет, нет, абсолютно не так. Просто, когда достигает подушка, еще раз объясню, когда ваша финансовая подушка, резерв, достиг аплодиона медчины, вот, то дальше можно инвестировать. Вот чем дело. А хорошо. А можно я, пожалуйста, теперь спрошу, а то Влад будет говорить бесконечно, просто бесконечно будет говорить, и мы вообще слова не вставим. У меня тогда вопрос. Ты можешь нам сказать, вот на этом первом этапе сколько денег ты вложил? 100 тысяч рублей. А сейчас как ты считаешь, какая сумма, вот, может быть, оптимальная, допустим, для нас с Таней, чтобы попробовать? Знаете, чтобы попробовать, можно взять тысячу рублей. Это именно попробовать. Потому что что такое попробовать? Если вы хотите попробовать, вам нужно забыть о свой доход. Пробуют не для того, чтобы получить некую, там, прибыль, проценты. Пробуют для того, чтобы изучить инструмент, приобрести некий опыт, оценить риски. И самое главное – понять, подходит вам это по срокам, по стратегии. Просто даже по вашему характеру, да? То есть пробовать нужно именно так. Ну, по нашему характеру мы тут уже, к сожалению, наторговали каких-то астрономических сумм. Прекрасно. Они втепились в глотку друг к другу и начали этот самый аукцион на повышение. Кто сколько вложит? Сейчас я бы не советовал вкладывать какую-то крупную сумму. Пробовать – да. Инвестировать можно всегда. Вот. Главное – это делать в разные инструменты. Вот. Давайте прислушаемся. Слушай-ка, Слав, а у меня к тебе, знаешь, вот вопрос более общего порядка. Я прямо, извините, на несколько шагов назад сейчас отойду. По коленам я не перебил еще, что я буду разговаривать бесконечно. Вот. Вопрос-то, собственно, вот какой. Ты говорил, что у тебя есть кредит, и ты часть денег, ну, то есть ты сформировал подушку, да, и часть денег ты инвестируешь в этот самый, на фондовом рынке, на бирже. А я где-то читал, не в одном даже, я бы сказал, месте, а в нескольких. Всегда рекомендуют, что, типа, чуваки, если у вас есть кредит, верните кредит, а потом уже занимайтесь инвестициями. Почему ты не пошел по такому пути? Тут весь вопрос в том, как вы обслуживаете кредит, да, если вы спокойно совершенно, без каких-то там серьезных там напрягов работаете, ну, окей, да. Вы считываете, что принесет вам больше, да, быстрее там и выгоднее погасить кредит или использовать там накопление, да, он очень сложный, потому что, еще раз говорю, наша жизнь настолько неопределенная, что иметь, честно говоря, финансовый резерв и плюс накопление, которое ты инвестируешь, гораздо спокойнее, чем гасить там срочно этот кредит и жить без накопления, без резервов. То есть, получается, инвестировать надо тогда, когда у тебя есть та сумма, которая вот, да, как Лена сказала, что ты можешь спокойно с ней попрощаться и не думать о ней. Ну, имеется в виду, что на первых порах. Ну, зачем же прощаться, слушайте. На первых порах, знаете, самое классное ощущение, когда ты понимаешь, что все упало, а ты не потерял. Слушайте, у меня вопрос еще по поводу семейного бюджета. Скажи, пожалуйста, твоя жена знает, сколько денег ты инвестируешь? Ну, примерно, да. А ты ей вообще рассказываешь там, ну, или там, что у тебя происходит с портфелем твоим? Да, я не скрываю, да, конечно. Она у тебя интересуется, насколько часто? Ну, не особо интересуется. Она переживает? Ну, она знает, что, типа, март все упало, она читает вообще новости. Да, конечно. Приходит к тебе, спрашивает, Слава, как там, как там наш капитал семейный? Да, бывает, да, да, бывает. Круто. А у тебя, Влад? У меня, нет, у меня она, похоже, тоже, это, простилась уже с этими деньгами. Да, бывает, вот последний счет брокерс, который я открыл, вот, я поговорю про 100 тысяч рублей, да, нам, например, поинтересовалось, куда я вложил эти деньги. В этом году много раз она, так, придешь, тебе говоришь, ой, золото, смотри, какой раз, она говорит, говорит, а я тебе говорила, все вкладывай в золото, все вкладывай в золото. Ну, ладно, Слава, спасибо тебе большое за рассказ, очень полезно. Всяческого тебе успеха и удачи в твоих инвестиционных делах. Все, пока. Пока-пока. Пока. Я не знаю, какого черта я теперь уже вкладываю 60 тысяч. Я начинала с 50, что произошло? Азарт, азарт. Это страх и жадность, два главных бича наших инвесторов. Ну, не наших вообще. Я, кстати, тоже так и не поняла, а я-то сколько, 55 или 65? Сколько ты хочешь. Она понимает, видишь, что сейчас происходит, она со мной соревнуется. Просто здесь уже плевать вообще, сколько можно потерять, с чем она простилась. Она хочет решить, у нее будет чуть больше, чем у меня, или чуть меньше. Мне нравится с вами вообще, да, это здорово. Слабоумие, отвага наш, все. Дальше что мы делаем? Ну, что дальше делаем? Дальше нужно выбрать брокера. Для того, чтобы торговать на бирже, нужно заключить договор с брокером. Брокер – это такой посредник компании, которая, в свою очередь, имеет договор с биржей и обслуживает наши заявки. То есть мы должны, не можем просто прийти на биржу и сказать, так, биржа, я хочу купить акцию «Газпрома». И так не работает. Но мы можем сказать брокеру, брокер, я хочу купить акцию «Газпрома». И брокер нам за наши деньги эту акцию для нас купит. Вот это так вот работает. Ну, предлагаю тогда просто призвать к нам какого-нибудь умного человека, который нам расскажет, на какие вообще моменты надо обращать внимание, чтобы выбрать брокера. Друзья, представляю вам Игоря Файнмана. Это независимый финансовый консультант, человек с огромным опытом в области инвестиций. Мы позвали Игоря для того, чтобы понять нам следующий шаг, который мы должны сделать, если мы начинаем инвестировать. У нас есть Лена, у нас есть Таня, которые решили выйти на биржу. Естественно, первое, с чем сталкивается человек, который решил выйти на биржу, понимает, что он не может выйти на биржу, потому что ему нужен брокер. Соответственно, Игорь, вопрос к вам очень простой и кажется, что довольно объемный. Как нам выбрать брокера? Добрый день, дорогие друзья. При выборе брокера существуют два пути. Есть простой путь и сложный. Я вам расскажу о каждом, но давайте начнем со сложного пути. Значит, для того, чтобы пойти по сложному пути, вам нужно у брокера проверить ряд основных параметров. Первый параметр – это обязательно наличие лицензии, потому что если у него нет лицензии, то это, скорее всего, продавец чего-то несвежего. Если у брокера есть лицензия, после этого проверяем его рейтинг. Рейтинг – это очень важная составляющая, то есть он должен быть знаменит, богат и престижен. Третье – обязательно внимательно изучить тарифы. То есть надо посмотреть все тарифы, особенно различные экзотические комиссии, которые брокеры очень любят. Например, за первичное размещение облигаций или акций, когда вы будете участвовать. Или, предположим, за то, чтобы вам давать какие-то бумажные справки. Брокеры очень любят за это выставлять комиссии. Четвертое, что обязательно нужно проверить по сложному пути, когда вы идете, это нужно проверить наличие мобильного приложения. Пройдя вот этот сложный путь, вы примете решение, какой брокер вам больше всего подойдет. Есть простой путь, и он на самом деле, с моей точки зрения, гораздо эффективнее. Вот у вас где-то открыт расчетный счет. Скорее всего, это Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, ВТБ, то есть крупнейшие российские банки. Не стоит ломать голову и откройте брокерский счет в том банке, в котором вы обслуживаетесь. Во-первых, вам это даст сэкономить комиссию, потому что основные потери всегда идут за пересылку денег. Например, я там, не знаю, с Тинькова перегоняю деньги на Альфа-банк и плачу комиссию. Или я из брокера ВТБ выгоняю деньги на Сбербанк и опять плачу комиссию. А когда у вас все открыто в рамках одного банка, вам это сильно упрощает жизнь. Еще откроем страшную тайну, ребят. У меня есть служба аналитики, и она в течение года каждый квартал анализировала все тарифы основных брокеров. И в итоге они мне сказали, Игорь Викторович, у всех одинаковые цены. Просто где-то чуть выше один параметр, чуть ниже другой параметр. Но если вы сравниваете, всегда практически плюс-минус с нас берут одну и ту же комиссию. Поэтому можно пойти по простому пути, не ломать себе голову и открыть брокерский счет в том банке, в котором вы обслуживаетесь. Я вот подтверждаю этот тезис, потому что у меня получилось так, что у меня банк основной это Альфа, а брокер я выбрал себе ВТБ. В итоге дело кончилось тем, что я шел в банкомат, снимал оттуда котлету, потом поднимался по лестнице, банкомат стоял в офисе ВТБ, я оттуда снимал котлету, поднимался по лестнице и клал их в кассу, носил ВТБ. Чувствовал я себя, конечно, по-дурацки при этом. Очень удобно. Единственное, Владислав, что нужно еще рассказать нашим начинающим инвесторам, опять же, я здесь боюсь навлечь на себя негатив со стороны брокеров, но с другой стороны, основная задача финансового советника – это говорить правду. И ничего, кроме правды. Есть банки-брокеры и есть чистые брокеры, у которых основное занятие – это брокеры, то есть работа на фондовом рынке, на финансовых рынках. И в случае с банков вы, как клиент, для банка незаметны. То есть вы знаете, это наночастица. То есть если мы говорим про Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк или ВТБ, мы для них настолько малы. У них есть еще огромное количество других бизнесов, на которых они зарабатывают деньги. И поэтому они к нам агрессивно не относятся. А если речь идет просто о чистом брокере, то мы для них клиент. А что нужно сделать с клиента? Поиметь просто максимум прибыли. Поэтому нам очень агрессивно продают различные продукты. Финансовые консультанты, независимые, как они сейчас называют, хотя они, конечно, зависимы от своего руководства, и продают именно то, что им руководство сказало. Они очень агрессивно дают свои рекомендации. И, конечно, когда вы работаете чисто с брокером, вам сложнее, чем когда вы работаете с брокером банком. Потому что и комиссии побольше, и агрессия в вашу сторону посильнее, потому что вы являетесь для них клиентом. Пусть даже любимым клиентом. Но они все равно постараются поиметь с вас просто максимум денег, потому что ребятам надо как-то выживать на рынке. Игорь, а здесь нет вот такого еще обратного эффекта. Допустим, окей, есть ситуация, когда мы нужны или не нужны банку или брокеру. Ну, брокеру в данном случае или банку с брокерской лицензией. Но возникает же периодически другая ситуация, когда брокер нужен нам, например, что-то у нас не работает. Может ли быть здесь такое, что когда мы, соответственно, позвоним в Сбербанк или ВТБ, и мы для них, поскольку наночастицы, они нас вообще не заметят и будут нас игнорировать. А какой-нибудь банк, ну, брокер, точнее, да, там из конца первой десятки по количеству активных клиентов с радостью нам поможет. Ты знаешь, это как, знаешь, поцелуй начальника, как поцелуй змеи, да? То есть лучше быть незаметным для того, чтобы подольше выживать. Вот. Хочу сказать по практике, по крайней мере за два брокера, с которыми я работаю достаточно плотно, это ВТБ и Тинькофф, тот сервис, который у них реализован, и та обратная связь, которая у них есть. Ну, Тинькофф вообще впереди планеты всей, надо ему отдать должное. Причем сразу же скажу, что ни ВТБ, ни Тинькофф мне не платят, вот, потому что они, по-моему, вообще уже никому не платят, им не надо платить. Скоро, по-моему, и мы будем платить для того, чтобы иметь возможность про них рассказывать. Вот. Потому что тот чат, который у них реализован, тот сервис, который у них реализован, ну, он находится на высочайшем уровне, И с моей точки зрения это реально банк номер один в Европе. И ВТБ не отстает с точки зрения клиентского сервиса. Поэтому у больших банков-брокеров на сегодняшний день клиентский сервис, учитывая, что у них есть большие деньги для того, чтобы иметь возможность эти сервисы развивать. Я не работаю чисто с брокерами. Ну вот последний брокер в моей жизни это был Финам, но года три назад я с ними перестал работать и работаю только с банками. И не жалею абсолютно. У меня такой вопрос. Можно как-то заранее понять, насколько удобным будет приложение, заранее как-то его посмотреть, чтобы сориентироваться? Елена, вы знаете, на самом деле нет. И вы вот не поверите, у меня разным клиентам нравятся разные приложения. То есть кому-то удобно работать со Сбербанком, кому-то категорически удобно работать только с Тиньковым или с Альфа-банком. Их не, как сказать, вот они привыкли и работают. Это вопрос привычки. Поэтому здесь это можно прийти только эволюционным путем. А вот предположим, я решаю пойти по длинному пути и выяснить, есть ли у брокера лицензия. Есть какой-то список брокеров, всех у которых есть лицензия? Как мне понять, это черный брокер или с ним все в порядке? Да, на сайте Центрального банка Российской Федерации. Прямо заходите на сайт ЦБ, находите раздел и смотрите, у каких брокеров на сегодняшний день есть лицензия. Их более 200 точно лицензированных на сегодняшний день. Сейчас мне кажется, ты его сказал, заходишь на сайт ЦБ и находишь раздел, вот наше сердце журналистка в этот момент ёкнуло, потому что мы знаем, что такое сайт ЦБ и что найти там раздел – это задача нетривиальная. Видимо, поэтому ты называешь этот путь сложным. Я теперь понял, почему. Потому что начинается с сайта ЦБ. Владислав, а вот я сейчас прямо открываю сайт Центробанка. Давай, я, честно говоря, это сто лет не делал. Я очень хорошо знаю раздел, где монеты у них тут есть. Вот, а давай посмотрим, как найти брокеров. То есть я захожу прямо на сайт, раздел ценных бумаг. Так, статистика, аттестация специалистов. Да, кстати говоря, это не здесь. Секундочку. Сейчас будем искать прямо на сайте ЦБ. И расскажем нашим слушателям, как это сделать в прямом эфире, что называется, кредитной истории, развитие финансового рынка. Так, попробуем по-другому. Сайт ЦБ, брокеры. Реестр. Вот, есть реестр. Список доверительных управляющих, список регистраторов. Так, Владислав, рассказываю. Заходим на сайт ЦБ, заходим в рынок ценных бумаг и выбираем раздел реестры. И здесь есть реестр инвестиционных советников, реестр форекс-дилеров, не дай бог, господи. Реестр депозитариев, реестр брокеров. Есть прямо список брокеров. Он есть в Excel. На него нажимаем, и у нас выгружается список брокеров в Excel. Заходим в него и видим брокеров, у которых есть лицензии. На сегодняшний день лицензировано, сейчас я скажу, сколько даже брокеров. Я сказал 200 и мало сказал на самом деле, потому что зарегистрировано 273 брокера, которые имеют лицензию. Слушай, тут половина брокеров, которых я даже не знаю, честно говоря. Вот Альфа-банк я знаю. Вот Сбербанк знаю. ВТБ знаю. То есть здесь все брокеры, которые имеют лицензию. Нет, не так сложно найти. Все делается через реестр. Я подтверждаю. Я сейчас тоже все это проделала, все эти упражнения. Тоже теперь вижу этот список. Круто. А нет ли здесь, может быть, пойти немножко от обратного пути? Допустим, мы сейчас выгрузили список с 273 брокерами несчастными. Там, может быть, есть смысл пойти от обратного и взять где-нибудь рейтинг брокеров по количеству клиентов, например, и оттуда танцевать. Да, это тоже, кстати говоря, очень разумная стратегия, когда мы берем рейтинг брокеров. Вот, ты знаешь, прямо на сайте Московской биржи и, кстати говоря, на сайте Банки.ру тоже есть рейтинг брокеров. Я давайте, с вашего позволения, зайду на сайт Банки.ру и тут 15 биржевых брокеров, причем очень все логично. Очень правильный путь идти от рейтингов по количеству клиентов, по количеству активов. То есть, это очень разумный путь. А есть здесь какая-нибудь разница между брокером, ну, с точки зрения надежности или безопасности, между брокером, который самостоятельный брокер, ну, с маленьким банчком, который он себе прикупил, или банком, который купил брокерскую лицензию? Ты знаешь, абсолютно нет. С моей точки зрения, когда мы покупаем и инвестируем деньги в ценные бумаги, это безопаснее, чем банковский депозит. И сейчас объясню почему. Потому что брокер является просто вашим посредником. И в случае отзыва у брокера лицензии, ваши деньги находятся не у брокера и ваши активы, а они находятся в российском национальном депозитарии. Да, ценные бумаги не застрахованы. Ну, вот как, например, по агентству страхования вкладов, у нас застрахованы банковские депозиты. Но, если у брокера отзывают лицензию, и у вас были куплены на этот момент облигации федерального займа, ценные бумаги, там, не знаю, любые активы, которые вы можете покупать, то вы просто получаете брокерский счет в другом банке и продолжаете пользоваться своими активами. Потому что вы являетесь либо акционером, либо облигационером, и брокер к этому не имеет никакого отношения. Круто. А вот ходят всякие слухи, что, например, если у вас на счету были не акции, а деньги, то там уже может более сложная какая-то история возникнуть. Да, тут история может быть очень сложная, потому что ваши деньги, может быть, уже где-нибудь на Кипре, и владелец этого брокерского дома там же находится, и тогда вы свои деньги с высокой долей вероятности не увидите. Потому что они ушли в зрительный зал. Поэтому я вам даже скажу по своему опыту. Я предпочитаю кэш на брокерском счете не хранить. Друзья мои, брокер – это ваш партнер, и это ваш посредник между вами и финансовыми рынками. Не надо его воспринимать как истину в последней инстанции, или как, знаешь, какое-то божественное существо, которое какое-то мир околтворит, какое-то чудо. Относитесь к нему, пожалуйста, как к партнеру и как к посреднику. Может быть, есть какие-то, не знаю, напутствия, пожелания, рекомендации тем, кто, может быть, сейчас хочет начать инвестировать? Таких довольно много кто хочет, но боится, не знает, с чего начать, как сделать первый шаг. Только две рекомендации. Первая рекомендация. Я хочу повторить слова Орена Баффета, что инвестировать надо было начинать вчера, но сегодня тоже не поздно. Не надо бояться, надо сделать первый шаг. Никогда не вкладывайте большие деньги. Начните с 10 тысяч рублей, начните с той суммы, которая вам комфортна, потому что выложив некомфортную для себя сумму, вы будете нервничать. Зачем? Просто попробуйте и получите чувственный опыт первых купонов и дивидендов. И второй совет – это совет всех разумных американских инвесторов. Spray and pray. Распыляй и молись. Супер. Игорь, спасибо большое. Спасибо. Коллеги, вам огромное спасибо. Всегда очень приятно работать с порталом Банки.ру. Это взаимно. Я надеюсь, что это не последний наш опыт взаимодействия. Так, как ощущения? Смотри, вот сейчас, на самом деле, мне стало все понятно. Мне стало понятно, что я правильно думала. И в теории, как мне кажется, я уже, в принципе, все решила. Да, я тоже. Это был первый выпуск подкаста «Это к деньгам». Через неделю мы узнаем, кому Лена и Тане доверят свои кровные. Наконец уже откроем брокерские счета и даже, возможно, купим пару акций. Если вводит настроение. Подписывайтесь на нас в приложениях, в которых вы привыкли слушать подкасты. И ставьте оценки. Оставляйте комментарии и пишите нам письма на подкаст собакобанки.ру. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!